Здравствуйте! Мы продолжаем наше знакомство с обновленной версией внедорожника Хаммер H2. В настоящее время компания GM, которая принадлежит марка Хаммер, выпускает три версии внедорожника. Пикап H2T, созданный на базе универсала H2, от базовой модели отличается только наличием открытого кузова. Он, кстати, настолько невелик, что для практического использования фактически неприменим. К тому же, это единственный из Хаммера, который не продается в России официально. А что касается Хаммера H2, то в 2004 году его стали собирать в Калининграде на заводе Автотор. До этого все автомобили этой марки делали исключительно в США, в штате Индиана. Примечательно, что вес калининградского Хаммера составляет по паспорту 3493 килограмма, тогда как американец весит на 400 килограмм больше. И чтобы вписаться в рамки категории B, в GM пошли на хитрость. Все утяжеляющие конструкции элементы, вроде порогов дополнительного кресла и даже запасного колеса, были обозначены как опции. В 2005 году появился самый маленький Хаммер, модель H3. Он построен на усовершенствованной платформе пикапов Chevrolet S10 и GMC Sonoma. Однако кузов у новинки, салон и некоторые элементы собственные, разработанные специально для этой модели. Хаммер – это единственная марка, у которой каждая новая модель не больше, а меньше прежней. Так, H3 на 43 сантиметра короче, чем H1 и на 16,5 сантиметров уже. Хаммер H3, так же как и H2, собирают на заводе «Автотор» в Калининграде. Попробовав с переменным успехом модернизированной H2 на зимнем подмосковном бездорожье, мы отправились в город, чтобы утвердить или опровергнуть все те слухи о неуместности большого внедорожника в толчье мегаполиса. Радикальнейшим образом изменилась передняя панель салона Хаммер H2. Исчезли знаменитые круглые сопла, исчезли массивная борода, стала она такая поизящнее, прямая линия, никаких выступающих приборов. Другой руль четырехспецовой, новые приборы, великолепная аудио-видеосистема. Кроме того, изменилась система подключения полного привода с кнопок на рукоять. Но самое главное, что осталось неизменно, вот эта вот рукоятка селектора переключения передач, то ли из танкового, то ли из тракторного мира, пришедшая в Хаммер H2. А кожаная отделка руля, ряда других элементов салона, также и более дорогой пластик с тиснением под кожу, полированный и матированный алюминий и обилие хромовых деталюшек, говорят о том, что производитель пытался вывести Хаммер на уровень премиум класса, где, в общем-то, ему и должно находиться, учитывая его цену. Поскольку Хаммер нынче семейный автомобиль, чтобы пассажирам было не скучно в путешествии, он оборудован вот таким вот дисплейчиком и DVD-проигрывателем, встроенным в аудиосистему. И кроме того, здесь самое удивительное, что здесь двухдисковая аудиосистема, по-моему, впервые. То есть для DVD-слот и для CD-слот отдельно. Венчает новое убранство салона вот эти вот часы от Булгарии. Они не похожи на все остальные приборы, но выглядят неплохо. Езда по городу на Хаммер H2 обросла мифами и легендами почище его пресловутой проходимости. На самом деле не так все страшно. В принципе, Хаммер это просто большой автомобиль. Ничего особенного в нем нет. Да, его уважают, под него не лезут, явно не шарахаются, подрезая. Но, тем не менее, особо никто не пропускает того пиетета, который, казалось бы, должен быть, о котором так много говорили, что все там прямо разбегаются. Нет, конечно же, такого нет. Все понимают, что это просто большой неповоротный автомобиль, мощный, быстрый. Но он не больше, чем, скажем, бычок. Примерно размерами с газель, которые уснуют везде и забираются в такие места, из которых, кажется, даже мини не вылезет без проблем. Тем не менее, в общем, совершенно спокойно можно ехать в городском потоке. Достаточно комфортно, в том числе благодаря мощному мотору, который позволяет 3,5-тонный автомобиль. Согласитесь, это приличный вес даже для внедорожника. Выстрелить, как из рогатки, в любое открывшееся окошко нырнуть, сообразуясь с габаритами, конечно же, поскольку правую сторону видно все-таки не очень хорошо. И самый главный, если можно так выразиться, орган управления Хаммера H2 в городе, это зеркало заднего вида, то, которое справа. Потому что нужно все время смотреть за правым бортом, чтобы никого не притереть, никому не прижаться, лишний раз не поцарапать, не повредить. При такой инерции, при такой массе повреждения могут быть нанесены тяжелые, даже при незначительной ошибке в управлении. Что по-настоящему хорошо в Хаммер, это то, что называется комнат позиции. Сидишь очень высоко, и в пробке или в плотном потоке видно далеко вперед все, что там происходит. Кто-то перестроился, кто-то где-то стоит с аварийкой мигает. Это позволяет объехать препятствия заранее, перестроившись. И, перестроиваясь, замечаю, что Хаммер неожиданно маневренный автомобиль. Он очень чутко реагирует на управляемость, на поворот руля. Магновенно перескакивает с полосы на полосу. И вот при этом нет такого ощущения, что он там как-то в развалочку пытается. Там сначала руль поворачивается, потом колеса, потом кузов вслед за этим идет. Нет, все слажено, четко. Хотя обратной стороной становится, естественно, жесткость подвески, которая даже на небольших каких-то бугорках, на каких-то там условно взрывальных рельсах трясет кузов, дай боже. Это удивительно, насколько все-таки американский автомобиль, по моему мнению, должен быть вальяжным, расслабленным и таким психотерапевтическим, должен давать эффект ощущения покоя в движении. Что касается органов управления Хаммера H2, то здесь, в общем, есть печать гигантизма некая, которая свойственна этому автомобилю. Но в целом все на своих местах, ничего не пугает. У нее изменилась приборная панель, шесть колодцев, но маленькие шкалы, которые раньше были сгруппированы с одной стороны, теперь расположены по бокам основных, спидометра и тахометра. Два дисплейчика небольших, на одном отображаются показания бортового компьютера, и их очень много. Тут несколько страниц, которые можно перелистывать. На каждой странице достаточно много пунктов, хотя бы вводится всего лишь две строчки. На втором дисплее отображается режим работы трансмиссии. Учитывая, что здесь есть ручной режим управления коробкой, реализуемый клавишами на рулевой колонке, то есть вот этот дополнительный дисплей очень важен, поскольку отображение именно той передачи, которую вы выбрали, на этом дисплее просто необходимо. По поводу клавиш, которыми управляется трансмиссия, могу сказать, что они не очень удачно размещены под кнопками управления круиз-контролем, прямо на руле. При повороте, скажем, на бездорожье, когда нужно вращать руль достаточно интенсивно, приходится эти кнопки ловить где-то там с другой стороны руля, правой рукой или перекидывая левую руку в другую сторону. Это неудобно, конечно. Вообще они небольшие и не очень четко переключаются. На шоссе, на хорошей асфальтовой трассе, которой некогда была новая Рига, сейчас она уже изрезана колейностью и какими-то непонятными стыками на спальте, подвеска демонстрирует все свои способности и принцип «вышая скорость, меньше ям» работает на 100%. Вот здесь уже мелкие вот эти стыки, какие-то неровности воспринимаются просто как мелочь, незначительная совершенно, не передающаяся на кузов, только отмечающая то, что что-то под колесами есть. Более крупные какие-то волны, конечно же, ощутимы. А колейность вообще незаметна. Что она есть, что ее нет. Едет машина, конечно, курсовая устойчивость у нее великолепна, замечательная совершенно. Автомобиль оборудован круиз-контролем, довольно четким, точным, разобраться в управлении несложно. Скорость он держит уверенно, набирает ее с любых практически, с любого диапазона скоростей. Моментально мотор мощный, тяга у него на всем диапазоне великолепна. Тянет он с самого низа, начиная с 1000 оборотов и до 5000 ружей ровно. Особенно это заметно на первых трех передачах, скажем, если нужно стартовать от обучения, быстро влиться в поток. Но на Хаммере это делать очень просто. Точно так же, если нужно обогнать или опередить какой-то автомобиль со сменой полосы движения, никаких проблем. Точное управление, небольшая раскачка. Перестроились, надавили на газ. Сейчас слегка вжимает сидение. Вот за одно время, пока я говорил эту фразу, автомобиль ускорился. Еще одна беда Хаммера в городе – это радиус разворота. Вот здесь у нас дорога практически с четырьмя полосами по ширине. Вот сейчас мы попробуем развернуться от бордюра до бордюра. Руль полностью выбран до упора. И вот, пожалуйста. Ширина здесь, по-моему, более чем достаточно. Ну, не четыре, три полосы точно. Ну вот, видите, мы припарковались в городе. Обратите внимание, насколько шире Хаммер, относительно легковушки, стоящие тротуара. Здесь, может быть, есть какие-то погрешности в сантиметрах. Ну, в общем, проблема все-таки существует. Припарковаться где-нибудь в узком месте будет тяжело. Единственная возможность – это заехать на бордюр, заехать на тротуар, чего мы рекомендовать не можем, разумеется. Хаммер H2 обладает поистине выдающимися характеристиками. Его длина – 4821 мм. Ширина и высота – более двух метров. База – больше трех. Полная масса с запасным колесом, порожками и некоторыми другими опциями достигает 4 тонн. Мощность двигателя, объем 6,2 литра, составляет 398 лошадиных сил при 5200 оборотах в минуту. А крутящий момент почти достигает знаковой отметки в 600 ньютон-метров. У Хаммера 120-литровый бак, а на борт он может взять свыше 900 кг груза. Трансмиссия двухступенчатая, с электронным управлением и постоянный полный привод с несимметричным разделением 40 и 60%. Хаммер разгоняется до сотни за 9 с небольшим секунд, преодолевает 60% подъем, а максимальная глубина форсированного брода составляет 508 мм. Ну вот и закончилось наше знакомство с обновленным Хаммером H2. И впечатления от него остались самые положительные. Нельзя сказать, что этот автомобиль идеален. Он довольно велик для города особенно. Он очень прожорлив, 26 литров в среднем на 100 км, это прилично. Он изрядно грязнули. Смотрите, как за полдня езды по городу машина стала просто невыносимо грязной. Широкие колеса, они даже чуть-чуть выступают за арки, забрызгивают моментально боковину. И хотя производитель сделал все, чтобы превратить этого монстра в семейный универсал, душа его все равно где-то в танковых войсках. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok